Что же такое фрагменты, что они позволяют сделать? Фрагменты позволяют загружать разный контент из разных классов в зависимости от поведения вашего пользователя. Смотрите, например, у нас есть карточка с пользователями или с вашими сотрудниками, то есть сделаны как бы фотографии, и справа есть пустая область. И при клике по каждой фотографии, в зависимости от того, по чьей фото кликнул пользователь, должны выходить конкретные данные, которые описывают деятельность, например, ваших сотрудников или какие-то личные данные сотрудников. Все это должно происходить в рамках одного activity и в зависимости от того, по какой фото кликнули. Как это выглядит фактически? Слева у вас отображаются с фото, а справа у вас расположен один общий фрагмент. И в зависимости от того, по чьей фото кликнули, справа запускаются разные фрагменты. Но этот пример мы с вами посмотрим чуть позже, а сейчас давайте поговорим про фрагменты. Помните про activity? Activity также как activity были жизненные циклы. Жизненный цикл – это ряд шаблонных методов, относитесь к действиям, которые применялись к activity. И знаете, что у фрагмента также есть свой жизненный цикл. Поподробнее о жизненном цикле фрагмента вы также можете прочитать в белой книге. Ссылка на нее будет также в описании. Там проще все ознакомиться, чем сейчас слушать. Вы все равно сейчас ничего не поймете, Потому что через чтение лучше все усваивается. Возьмите, откройте. Там также есть стандартные методы. Но об одном методе мы сейчас поговорим с вами подробнее. Этот метод не onCreate, как в activity. Хотя этот метод тоже есть во фрагментах. А имеет место метод onCreateView. Давайте с вами сейчас реализуем тот функционал, про который я вам показал при клике по сотрудникам. И подробнее разберем, как создаются фрагменты. И про этот метод onCreateView мы также с вами подробнее сейчас поговорим.